Осень, пора прививок. Вся заявленная доза вакцины на этот год уже в полном объеме поступила в дагестанские поликлиники. Медики надеются привить более 1 миллиона человек, то есть 38% населения республики. Прививочная кампания продлится до конца ноября, однако сегодня врачи все чаще сталкиваются с отказами от вакцинации. С чем это связано, выясняла Хадижат Мазгарова. Махачкалинская детская поликлиника номер один. Маленькая пациентка беспокойно сидит на руках у мамы. Идет осмотр перед прививкой. Все в порядке, можно колоть, резюмирует врач. И вот через пару минут уже в процедурном кабинете вакцина введена. Они защищают от многих заболеваний. Если не делать, все равно они заболевают. По данным Минздрава республики, на сегодняшний день от гриппа привито более 700 тысяч жителей. Это 63% от подлежащих. Кому-то еще не успели, а кто-то отказался. Вот, например, студентка Сырми Ахмедханова уверена, что прививки просто-напросто бесполезны. Выигрывают разве что фармацевтические компании, которые продают вакцины. В мире есть около 200 видов вирусов. Откуда мы знаем, какой вирус нам глянет сегодня? И откуда знают медики, какой антибиотик нам нужно вколоть? То есть я не вижу никакого смысла делать прививки. Свою роль в отказах сыграли и страшилки, рассказываемые мамашами, и так активно пересылаемые в мессенджерах. Самое распространенное – ребенок после прививки стал инвалидом. По словам врачей, это исключено, и если даже здоровье малыша ухудшилось, то это чистое совпадение и с вакцинацией никак не связано. Если чей-то ребенок после прививки перестал ходить или перестал говорить, это только совпадение. Так после прививки никаких прививок делается здоровым ребенком. Прежде чем делать прививки, мы спрашиваем у мамы. Есть какие-нибудь жалобы? Смотрим карточку, открываем, анализы сдаем, у мамы спрашиваем, температуру меряем, слушаем, горлышко смотрим, только тогда делается прививки. Раз улицы пришли, прививки мы тоже не делаем. Однако чаще всего отказ от прививок люди объясняют религиозными убеждениями. По словам сотрудников Центра исламской медицины, вопрос о вакцинации сегодня один из самых часто задаваемых. Ответ – можно и даже нужно, если в вакцине нет запретного компонента. С точки зрения шариата, если вакцина содержит запретные элементы, то есть то, что является харамом для мусульман, вот это нельзя делать. А сейчас они в основном синтетические, эти вакцины. Шариат одобряет профилактику болезней, и профилактика лучше, чем лечение. Вакцинироваться или нет – дело индивидуальное. Однако обязанность врачей предупредить пациентов о возможных последствиях отказа. По словам медиков, над детьми, не получившими вакцину по объективным показаниям, нависает серьезная угроза заражения недугом, которую они вряд ли смогут перенести без осложнений. Хаджиат Мазгарова, Ибрагим Магомедов, Заур Магомедов. Время новостей.